Действия людей связаны с психическим строением, то есть это все прогнозируемо, это все связано с тем... Улыбаться нет? Он так выглядывает из-за столба, так... Я должен в это время нырнуться, я чувствую. Вы только поснимайте сейчас, поснимайте и потом все. Потому что я могу сейчас попозировать, а потом, понимаете, я же лекцию читаю, я общаюсь. Вот, допустим, два человека целуются, и кто-то раз их фотографирует. Как-то неудобно. Я хочу создавать такую близкую атмосферу в зале, интимную. И мне как-то стыдно, когда меня в это время так... Даже из-за столба. Знаете, поэтому... Как она начнется с этим давать еще раз. Могу улыбнуться тоже. Отлично. Еще кто-то хочет, я готов еще раз. Ну, туда улыбаемся, везде улыбаемся. Теперь закрываем все фотокамеры и начинаем лекцию. Все. Дальше я начал постепенно, глубже, глубже изучать, какова структура психики женщины, какова мужчины, в чем отличие. Первое, что я начал делать, я начал изучать основы психической структуры. И основами психической структуры является такая структура психическая, которая называется манас на санскрите. Это означает ум. Ум — это такая психическая структура, которая хочет счастья постоянно. Она питается счастьем. Для чего она питается счастьем? Потому что веды объясняют, что все тело, все клетки тела, они питаются энергией ума. У ума есть энергия, и мы, и клетки тела питаются. Ну, точно так же, как, допустим, я питаюсь водой сейчас. Вот я ее пью. Почему? Потому что у воды есть энергия, она мне нравится. То есть я беру воду и пью. Раз. Ммм. Вкусная. Вот точно так же всему организму нравится энергия счастья. Она вкусная для него. И эта энергия счастья копится умом через пять чувств. Есть пять чувств, которые хватают энергию счастья. Допустим, молодой человек увидел девушку симпатичную, и это энергия счастья, он сразу на нее начал смотреть. Почему? Потому что от нее исходит энергия счастья, и весь организм питается этой счастью. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви провожья часть. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Видите, когда человек, кому ему что-то нравится, он воспринимает чувствами других людей, то ему становится хорошо. Человек живет для счастья, он не может жить без счастья. И ум постоянно, он ищет счастья, ему нужно быть счастливым. Если счастья нет, он страдает. Это называется депрессия, или обида, или гнев, или раздражительность. Все это означает, что человек не наполненный, у него не хватает счастья, он не наполнен в какой-то сфере своей жизни, и поэтому у него вот такие вот проблемы. И он не знает, что с этим делать. Даже если человеку не хватает счастья, он даже может не заснуть. Он ворочается и думает, что же мне делать, почему же так? И цель его просто понять, где счастье. Структура психическая, которая ищет для ума счастье, называется разум. Вы зеваете, я скучно читаю, да? Мало пою? Структура психическая, которая ищет для ума счастье, называется разум. Все чувства познания, которые есть у ума, они все находятся в голове. Есть чувство слуха, есть чувство зрения, чувство обоняния, осязания, вернее, осязания по всему телу распределения. Но все остальные чувства находятся в голове. Все они предназначены для того, чтобы организм жил, был здоровый. То есть для этого нужно наполнять счастье организм. Понимаете? Чувство вкуса наполняет счастье через еду, чувство зрения через взгляд, чувство слуха через звук, чувство осязания через контакты и чувство обоняния через запах. Но бывает так, что чтобы человек, куда бы он ни смотрел, чтобы он не ел, счастья нет. Потому что для того, чтобы получить счастье, просто воспринимать этот мир недостаточно. Нужно в жизни иметь также какую-то цель. Надо понять, куда ты стремишься. И цель в жизни указывает разум. Разум — это такая психическая структура, которая соткана из способностей направлять ум в сторону счастья. Чего случилось? Все нормально? Ну? Я помогу, если что. Я не скажу, чтобы он не пинался. Хорошо? Раз сколько я уже неделю? Вторая разок? Причем нет, да? Да. Ну, вы скажите, что он не торопится, пусть не торопится, еще рано. Что-то не нравится там все. Общайтесь с ним. Итак, у ума есть разум, который способен откуда-то достать счастье. Способность видеть счастье называется знанием. Знание — это такая штука, которая помогает найти счастье. Человек должен знать, где счастье находится. Если он не знает, то он не может жить нормально. Ему надо понять, где счастье. Поэтому это знание привело вас сюда, на лекцию. А меня что привело на лекцию? Деньги я все жертвую, которые приходят с лекций, на развитие ведической культуры, чтобы вы знали. Деньги меня не привели. Что же меня привело на лекцию? Хочу знания вам дать свое. Это вторично. А первично у меня есть своя цель. Я хочу видеть ваши добрые лица, ваши глаза. Мне очень нравится смотреть на людей. У них у каждого свои взгляды. Я чувствую психику человека, потому что я занимаюсь этим очень глубоко. И мне очень нравится смотреть на людей, изучать их. Потому что, допустим, девушка на первом ряду, она тоже что-то знает в психологии. И она мне немножко не доверяет. Она слушает, думает, так, это он почему-то говорит. Вот, я чувствую ее мысли. И вот так. Но все равно она мне улыбается. Потому что я ведь не хочу ничего плохого, правильно? Я хочу плавать. Моя цель — увидеть счастливые лица. Увидеть, что вы смогли поменяться после этого семинара. Это моя цель. Итак, для счастливой жизни у человека должна быть цель. Если цели нет, значит, счастья не будет. Даже можно видеть этот мир, слышать, но без цели счастья нет. Это объясняет, что у человека есть три центра разума, через которые он получает понимание об этом мире, знание об этом мире. Чтобы получать счастье. Первый центр разума находится в области лба. Он связан со знанием, с энергией знания. И вас вот этот центр психический привел сюда многих. Второй центр разума связан с любовью. Он находится в области сердца. Меня привел сюда этот центр разума. В поисках счастья я приехал в Тюмень. И вот у меня сердце привело. Вот. И есть третий центр разума. Он находится в области паха. Он связан с вечностью и с желанием жить. Ну, я точно не из страха приехал сюда. Точно не из страха. Думаю, что вы точно не из страха сюда пришли. Скорее, из любви кто-то, допустим, слушает мои лекции. Уже давно из любви приехал. А кто-то пришел. А кто-то пришел и с желанием узнать. В любом случае надо знать, что без любви знание не переходит в сердце. Если человек слушает сомнением, то он никогда не сможет услышать по-настоящему глубоко. Поэтому самое лучшее вначале нам немножко быть поближе. Чтобы знание доходило, оно даже до него может дойти. Даже он может в утробе матери. Есть такой один великий мудрец. Его зовут Шукаде Вагасвами. Он пять тысяч лет назад изучил целое священное писание наизусть, находясь в утробе матери. Но нам как бы этот плод трудно понять, как так бывает. Ну, вот так бывает иногда. Есть еще одна, третья психическая структура, которая называется чувство собственного достоинства или эгоизм человека. Эта психическая структура, она и настраивает все как надо или не как надо. Когда человек очень сильно нуждается в счастье, и он пытается его себе получить, получить себе счастье. Не просто трудится для других, живет для других и получает счастье, когда приходит время, а требует от других счастья. То тогда в этом случае окружающая среда против того, чтобы давать ему счастье. Вот если я сейчас буду говорить вам, ну пожалуйста, ну слушайте меня, ну слушайте, пожалуйста. И если я буду так действовать, то вы замучили уже, ну давай читай легче, ну сколько можно. Вот, то есть я должен вам служить. Если я буду служить, тогда вы будете слушать. А если я буду вас мучить, то вам будет не нравиться. Правильно? Вот, поэтому в этом цель, как бы, цель заключается в том, что мы должны понять, что есть два типа эгоизма человека. Один тип эгоизма, он требует себе и вызывает раздоры. Второй тип эгоизма, этот эгоизм, который основан на знании. Человек думает, да, у меня сейчас не хватает счастья, но все равно, если я буду его катить себе, это будет хуже. Поэтому я должен что-то делать для других. Когда человек так начинает действовать, то сразу счастья становится больше в его жизни. Таким образом, эгоизм — это такой индикатор, который направляет психику или в русло победы над судьбой, или в русло поражения. Допустим, если девушка хочет замуж очень сильно, то она таким образом возбуждает окружающую среду. Она ждет близкого человека, это ожидание вызывает у ней похудание, то есть она худеет, становится несчастной, щечки становятся бледными от ожидания. Становится тяжело жить, она ждет постоянно, ждет. И в результате она приходит к такому же состоянию, как в этом мультфильме «Бременские музыканты», когда разлучили принцессу с ее женихом, как музыкантом, то она очень сильно опечалилась. И это всегда возникает от неправильного настроения. То есть девушке надо не ждать, когда выйдет замуж, она должна служить своей женской энергией, женской природой всему вокруг. Стараться задействовать себя в служении, а не мечтать о замужестве. Вот это мечтание о замужестве приводит к поражению, а служение другим приводит к щечкам, которые становятся пышненькими, красивенькими, радостными, счастливыми и приятными. Но само по себе ожидание приводит к поражению. И девушка становится печальной. «Ой ты, дурочка моя, труба дурочка, до чего же не скудала ты, дурочка? Я забота не тебя, а хочу. Ничего я не хочу». Понимаете, то есть такое состояние не приводит к счастью, правильно? Девушка замыкается в себе, сидит дома, уже никого не хочет видеть, потому что судьба ему помогает. А надо быть активным, жизнерадостным, надо действовать. Представьте себе, я перехожу на экзамены и сильно хочу хотя бы четыре. И это хочу ведь действует на преподавателей, потому что энергия ума, она открытую природу имеет. Она не замкнута внутри тела, она связывает нас друг с другом. И поэтому преподаватели, они смотрят на меня, а я хочу четыре. Я хочу четыре раньше, чем начал сдавать экзамены. И им не нравится это, они смотрят, что я из них что-то тянул. Я хочу четыре. Но еще не начал отвечать. И преподавателям это не нравится. Они уже как минимум хотят мне поставить три. Понимаете, само желание получить результат, и когда психика на него направлена, это состояние разрушает возможность быть счастливым. Это называется деятельность сложного эго. Все скандалы, ругань в семье возникают из-за этого. Ну почему ты так себя повел со мной? То есть я чего-то ждал. Я не действовал на благо человека, чего-то ждал от него. И это ожидание вызвало у меня недовольство. Допустим, я пришел сюда. Я думаю, я Олег Геннадьевич Тарсунов. Меня все знают почти. Вот. И я пришел сюда, ну такой великий, известный. И они не настроили звук. Представляете, я пришел сюда с ожидания. Я ждал, что звук будет прекрасным. Я первый раз приехал в Тюмень. Звук должен быть прекрасным. Но звук неожиданно оказался непрекрасным. Так как я ждал звука, да, я думал, все будет хорошо. Меня здесь ждут. Но, Тю-Тю. Я встретилась с ним. Я очень красивая. Я такая классная девушка. Вообще, многие хотели взять меня замуж. Я отказала. И теперь он еще мне грубит. Вот. И мне хотелось сначала просто взять их и разорвать. Ну, а что такое? Я Олег Геннадьевич. Звука нет. Потом истинное эго, разум, знание. Мне в сердце начало говорить, Олег Геннадьевич, спокойно. На тебя все смотрят. Ты будешь передавать знания. Если у тебя нет знания, хотя бы веди себя нормально. Нет. Подышал. Улыбаюсь. Я говорю, давайте чуть-чуть микрофон туда-сюда. Да, на колонке. Вот так мы жили перед началом лекции. Господь проверяет нас всех по всякому поводу и дает нам возможность практически понять, как жить через события, которые происходят. Ясно, что любой человек, когда он чего-то ждет, он все равно будет нервничать, когда он этого не получает. Но если человек знает, что он ведет себя неправильно, то как минимум... А вы, девушка, вот с беленькими, красивенькими волосеньками, вот с стрижечкой беленькой, вот так. И горошечку, платьишками. Пожалуйста, садитесь вот сюда, перед столбом. Вы, да, 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 вот сюда, прямо перед столбом, садитесь, я вам разрешаю. Или вот сюда можете сесть, куда вам больше нравится, потому что там вы меня видите наполовину. И я вас вижу тоже наполовину, стульчик надо ей помочь перенести, да. Стульчик организаторы помогают перенести. И девушка радуется лекцией. Или перестав дом прямо напротив цветочков, вот перестав дом. Напротив цветочков. И... Или... Или вот туда. Давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Садитесь. И на душе неслучайно светло. Нормально? Так лучше? Кто еще сидит неудобно вообще? Просто вообще. Не хочет там сидеть просто вообще. А вам не видно, да? Вообще не видно. Ну давайте вот сюда, вот здесь есть свободное место. Прямо с креслом. Берите кресло и вот сюда сидите. Давай, давай. Вот девушка приняла руку и не смелее. Помогите ей, пожалуйста. Ей не видно. Вот помогите ей. Кто, организатор лист? Ну помогите. Ну чего вы сидите? Помогите, помогите. Помогите. Лучше не вдоль столбов заставляйте стулья, а вот есть еще спереди места. Ну то есть, вот так вот, чтобы люди как-то комфортно себя чувствовали. Так мы с вами говорим о трех психических структурах. Первая называется ум. Она пронизывает все тело, всю нашу психику. Она является островом тела человека. В уме находится судьба человека, там находятся мысли, находится характер человека, там находятся чувства, там находятся наши наклонности. Разум — это психическая структура, которая контролирует ум. Она пытается показать, где счастье. А есть еще эгоинство человека — это настройки микрофона. Или настроили микрофон хорошо, и лекция хорошо идет, или настроили плохо, и никому не нравится. То есть, ложное эго означает плохая настройка. Я хочу от всех чего-то. Хорошая настройка означает служение, заботиться. Когда человек настроен правильно, его истинное эго действует. Оно всегда основано на знании. Потому что ложное эго всегда основано на боли, неприязни и ожиданиях. Допустим, мне больно, а уже истинное эго не действует как надо. Это значит, что включается ложное эго. Допустим, боль всегда включает ложное эго. Но потом можно же понять, что ты неправильно почувствовал, и извиниться. Это даст возможность опять дальше продолжать устанавливать хорошее отношение. Поймите, что истинное эго не может действовать всегда. Оно действует только когда я понимаю, осознаю, что происходит. Но когда возникает какая-то боль, физическая, психическая, эмоциональная, умственная. Боль в разуме бывает, что человек пришел на лекцию одно послушать, а ему говорят что-то другое, ему не нравится. Это называется боль в разуме. Когда человек испытывает боль, всегда включается ложное эго. И выключается разум в этот уме. Когда действует истинное эго, человек хочет служить. Вот, допустим, служить лучше ставить вперед. Не за столб, не за столб, а вот сюда, да, вперед. Или вот туда вот. Когда человек хочет служить, тогда у него включается истинное эго, и вместе с тем он может дарить людям счастье и настроен правильно. Вместе с этим включается разум, вместе с этим включается правильное понимание вещей, вместе с этим включается способность понять друг друга, вместе с этим включается счастливая семейная жизнь. Пока мы хотим доказать свое, пока мы требуем своего, пока мы обижены, пока мы несчастны, пока мы в депрессии, пока мы разочарованы, пока мы обескуражены, пока мы не знаем, что делать, пока мы уперлись куда-то, нет, счастья и не будет, оно не придет само. Для того, чтобы оно пришло, человек должен начать служить, действовать во имя других, забыть про себя. И в это время, когда он так начинает действовать, возникает возможность стать счастливым, обрести знания, поменять свою жизнь и достичь счастья в конечном счете, достичь успеха. Итак, несчастный человек не может быть счастливым, пока он не начнет делать что-то для других, не отвлекется от себя. Отвлечься от себя тоже можно с помощью кого-то, потому что отвлечение от себя означает, что есть достаточно психической энергии, счастья, есть достаточно счастья, чтобы начать что-то делать. Иногда у человека просто нет сил, он говорит, я не могу ничего никому сделать, я просто в депрессии, мне просто плохо. И в это время человек должен опять соединить себя с сознанием, с теми, кто действует не для себя. Для этого существуют разные способы. Можно посмотреть фильм о тех людях, кто правильно живет, кто действует на благо других. Можно послушать музыку духовную, допустим, или песни нравственные какие-то, направленные на помощь другим. Когда человек получает силы от кого-то действовать правильно, он начинает опять действовать правильно. В любом случае, или человек получает силы, как действовать правильно, или действует правильно, он достигает победы и так, и так. Но если человек продолжает обижаться, сердиться, в депрессии находиться, считать, что все плохо, если он не любит этот мир, видит его в печальном свете, то он постепенно деградирует. Его психика от этого портится, его здоровье портится, тело, болезни все тоже идут от этого, от нехватки счастья, энергии счастья. По этой причине человек просто, в принципе, не должен быть несчастным. Но, понимаете, счастье не является целью жизни. Целью жизни является способность действовать для других. Потому что именно она и дает счастье. А когда человек хочет счастья, тогда что-то включается? Ложное эго. Я за тебя вышла замуж, теперь давай, деньги заплачены, где услуги? Служи мне, наслаждай меня, радуйся мне, люби меня. Такое настроение приводит к поражению. Сразу начинаются конфликты, скандалы, потому что он все равно не сможет сделать так, как ты хочешь. Слушай, вот если я настраиваюсь, что мне нужен очень хороший звук в зале, то они никогда не сделают тот звук, который я хочу. Это невозможно просто сделать. Потому что у меня будет все больше и больше требований, понимаете? Вроде бы они уже нормальный звук сделали, а я хочу еще лучше. Я же достойно большего. Я же хороший, правильно? И так далее. Это бесконечно. То есть это привозит все больше и больше страданий. Все, все мучаются. Зачем мы его вообще приглашали сюда, товарищ Демяч? Он всех уже замучил. У ума есть психические каналы. Знание об этом для нас очень важно. Вы сейчас об этом узнаете. Очень быстро. Первый, самый главный психический канал, центральный, на котором, как на дереве, находятся все остальные психические каналы, он идет вдоль позвоночника, называется сушума. Этот психический канал отвечает за силы человека. И он связан с желанием жить. Нам живых осталось только семеро молодых солдат. Ну, то есть этот канал психический связан с желанием жить. Он идет вот отсюда и до низу, сверху, до низу, только сверху вниз. Если человек совершает аскезы, преодолевает как бы свою лень, свои препятствия в жизни, он как бы такой, знаете, он пытается жить, он не сдается, то тогда этот психический канал центральный работает хорошо, и здоровья у человека в жизни хватает. Если центральный психический канал вялый, человек поздно встает с постели, поздно ложится в спад, объедается на ночь, живет кисло, вяло, лениво, то тогда у него нет ни здоровья, ни счастья. И живет он недолгую, ни счастливую жизнь. Потому что продолжительность жизни также зависит от активности этого центрального психического канала, который называется сушума. Поэтому для того, чтобы он работал нормально в нашей необъятной родине, существуют разные способы дать знания людям, как действует этот канал. Вот если вы хотите понять, что дает человеку здоровье и силу, тогда я не смогу вам это передать в полной степени, потому что для этого нужно услышать голоса тех, кто почувствовали волну, кто почувствовали это настроение. И мы сейчас почувствуем это. Как надо настроиться, чтобы этот психический канал центральный, самый главный, вдоль позвоночника, который идет, работал нормально. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И так далее. Почувствовали, да? Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Понятная система? Если человек сейчас заставляет вставать рано утром, а если он делает зарядку, если он преодолевает вот эту лень, трудности в жизни, то тогда он становится крепким, сильным и долго живет. От этого зависит продолжительность жизни. У женщины немножко по-другому. Это все хорошо, но она должна все делать как? Нежно, ласково, потому что она соткана из любви. Не до стамана готовить. Раз, два, три, четыре. Это не женская уже энергия, понимаете? Женщина, она такая, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так далее. То есть она ля-ля, тараля. То есть у нее как бы своя система поддержания счастья и здоровья в организме, потому что она соткана из энергии людей. Ну, можно сказать, что люди начали делать это знание, что женщина соткана из любви, энергии людей. Сейчас расскажу это знание. Все эти телефоны выключаем, мешают. СМСки все там. Выключаем. Нам этого сейчас не надо. Мы сосредоточились на том, чтобы получить знание. И нам не нужно никаких сейчас телефонов, звонков, СМСов. Все, выключаем. Иначе вы будете мешать. Пожалуйста. Сейчас буду смотреть. Я могу просто глядя, увидеть, кто не выключил. Видите, они выдаются. Ну, ладно, ладно. Это была шутка. Итак. Вы, миленький сердцем покоя, и так далее. Очень важно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце поутру, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастьем быть ты и строгим. Так работает вся система нашей жизни. Человек не должен зацепиваться на себе. Постоянно отдавать, отдавать, отдавать. Итак, знание о том, Что женщина соткана из энергии любви, Находится в нашем тонком строении. Потому что вдоль сушумной, Вот этого главного канала, Существуют две такие вдоль дерева, Две такие очень мощные ветки, Сильные такие, Которые идут вверх, Снизу вверх, вдоль этого дерева, Две такие ветки. Самое главное, Эти ветки называются Ида-Нади. Одна из них идет слева, Ида-Нади. Надя означает канал психически, Ида означает Ида. Есть пингала-Нади, То есть это другой канал с правой стороны. Ида это женский психический канал. Он связан с энергией Луны, Которая дает женскую энергию. И Венеры. Есть пингала-Нади, Психический канал, Который связан с Солнцем и Марсом, Идет с правой стороны. Пингала-Нади, Мужской канал. Когда человек Оставляет этот мир, Уходит из этого мира, Он не умирает. Умирает только грубое тело. А тонкое психическое тело, Тонкая вся эта тонкая структура Остается жить. Она не умирает в этом мире. Мы на самом деле Даже не эта тонкая психическая структура. Мы души, Которые находятся в центре этой структуры, И просто хочет жить. Душа хочет жить. У нее есть три желания. Она хочет знания, Она хочет любви И хочет жить. Три желания. Эти три желания души Воплощаются через три центра разума. Она хочет знания. Вот здесь. Душа через этот центр разума. Душа находится вот здесь, В области сердца. Вот здесь, Прямо в этом месте. Мы маленькие искорки духовные, Бесконечно живучие. Мы никогда не умираем. Вот здесь Находится душа. Тонкое тело пронизывает все тело. Когда грубое тело Оставляет этот мир, Умирает. Тонкое тело Выходит из него Вместе с душой. Тонкое тело Манос Называется еще телом желания. Это каркас Психического тела. Это тело желания. В зависимости от наших желаний И потребностей Мы получаем такое следующее тело В следующей жизни. Если человек хочет знания, Хочет побед В следующей жизни. Он хочет добиться своего. Он хочет Стать Личностью, Которая Способна Победить свою судьбу. То тогда В этом случае Душа Желает знаний И получает Какое тело? Мужское. Мужское. В следующей жизни. Если душа Хочет Покоя, Гармонии, Любви, Счастья, Заботы, Нежности, Ласки, Отношений, Близких, То тогда Душа В следующей жизни Получает Какое тело? Женское. И связано С этим центром разума, Который называется Центр разума, Связаный с энергией любви. Ну и жить все хотят, Да? Третий Центр разума Он не связан С полом. Самый нижний Центр разума Он не связан С полом. Он связан Просто с тем, Что мы хотим Жить все. И все. Таким образом, Когда душа Рождается С желанием Любви В женском теле, То вот этот Психический канал С левой стороны Он наполняется Огромной силой. И левая сторона У человека Вообще У любого человека У мужчины Женщина Имеет женскую природу. Она связана С личной жизнью. Левый глаз Связан С личными отношениями. Левое ухо Тоже Признаваться в любви Надо через левое ухо. Оно связано С личными отношениями. Левый глаз Также Имеет женскую природу. Если Левый глаз Более выразительный У женщины, То это благоприятно. А правый глаз Меря выразительный. Значит, У нее энергия Идет по левой стороне Больше. И она правильно Развивается Как личность. Если У мужчины Правый глаз Более сильный Выразительный Даже может быть Побольше Чуть-чуть То это благоприятно. Это значит, Что мужчина Развивается Правильно. Веда Веда Объясняет, Что когда Человек Рождается Женщиной То психическая Энергия По пинголи Вот по этому Психическому Каналу Левому Она В три раза Сильнее Течет Чем по правой Стороне Другими словами Психическая Энергия Которая связана С левым Каналом Психическим У женщин Она Более Востребована В три раза Более востребована Чем психическая Энергия Которая идет По правой Стороне Когда Человек Рождается Мужчиной То у него В три раза Больше Психическая Энергия Идет По правой Стороне И более Востребована Для здоровья И счастья Когда Психическая Энергия Идет По левой Стороне Связана С энергией Любви То у человека Развиваются Следующие Качества Характера Первое Желание Близких Отношений Дальше Сострадание Способность Заботиться Способность Чувствовать Родственные Связи Очень сильно Верить В родственные Отношения Доброта Развивается Доброта Человек Естественно Сострадание Чуткость Чувствительность Развивается Внимательность Развивается Способность Иметь Очень сильное Мышление Думать Чувствовать Чувствовать Когда человек Психическая Энергия Дет по левой Стороне Он очень Сильно Чувствует Что что Происходит Его Психика Его Разум Имеет Больше Чистоты Чем Силы Когда Человек По Женскому Типу Развивается Его Разум Не Имеет Много Силы Но Имеет Очень Много Чистоты Он Хорошим Индикатором Является И Работает Через Сердце Когда Мужчина Когда Человек Рождается Мужчиной И у него Психическая Энергия Идет В основном По правой Стороне То Это Связано Со Следующими Чертами Характера Сравнение Привожу Не Желание Близких Отношений А Желание Отношений Деловых Отношений В которых Можно Достигнуть Победы Не Желание Гармонии Со всем Миром А Желание Побеждать Этот Мир Не Желание Доброты А Желание Правды Желание Настойчивости Решимость Рабрость Не Чуткость Разума И Чувствительность А Сила Разума Не Нежность А Твердость Характера Не Уступчивость А Стойкость Когда Человек Развивается По Мужскому Типу То Его Психика Она Не Внимательна Как У Женщины А Однонаправленно То есть Человек Когда Развивается По Мужскому Типу Он Видит Цель И Не Видит Препятствий А Женщина Видит Препятствия Она Изучает Она Смотрит На Этот Мир Как Изучает Видит Гармония Гармония В Этому Видит Так Действует Женская Психика Разум Мужчины И женщины По Разному Устрою У Женщины Разум Очень Чуткий Он Развивается На Основе Знания Которое Приходит Через Сердце Если Женщина Чувствует Что Сердце Ее Отзывается На Это Знание То Она Сразу Начинает Впитывать В ушки Сразу И Все Внутри В себя Впускает Она Наполняется Силой Женщине Нужна Сила Знания Поэтому Женщина Всегда Наполняется Силой Она Любит Слушать Она Когда Если Что-то Она Любит Ей Нравится Она С удовольствием Слушать И Впитывает Это Все Внутри Себя Мужчина Просто Так Впитывать Не Будет Ему Для Этого Надо Сначала Во Всем Разобраться Поэтому Мужчина Он Не Слушает Вот Так Как Женщина Не Слушает Он Слушает Вот Так Он Пытается Во Всем Разобраться Сначала Все Понять Изучить Примерять И Даже Само Понимание Знания У Женщины Мужчины Отличаются Друг От Друг Женщина Например Говорит Я Знание Получила Вот Отсюда Это Женский Тип Получения Знаний А Мужчина Говорит А Я И Сам Все Это Знал Я И Сам Все Это Знал Как Ну Олег Геннадь Правильно Говорит Я Не Труд Вот Видите Как Энергия Знания По Разному Действует В Мужском И Женском Теле Это Хорошо Потому Что Если Бы Все Изучали Как Женщины Когда Получается Что Некому Было Быть Зделать Замечание Ну То Есть Мужчина Критически Ко всему Относится Они Пытаются Оценить Все А Женщины Вдохновляются Знанием И Это Называется Баланс Гармония Представьте Если Все Вдохновлялись Приехал Один Лектор Все Вдохновились Туда Пошли Потом Приехал Другой Все Вдохновились Туда Пошли А Стабильности Никакой В этом Нет Поэтому Знание Стабильность Дает Мужчина Он Изучает Все И Старается Двигаться В одном Направлении А Женщина Мучает Мужчину Постоянно Новыми Открытиями И Она Ну Ты Куда Пошел Зачем Туда Давай Немножко Вот Сюда И Это Тоже Хорошо Потому Что Если Идешь В одном Направлении То Иногда Можешь И Заблудиться Таким Образом Мужской Разум И Женский Они Помогают Друг Другу Найти Истину Жена Говорят Жена Это Сердце Мужа То Когда Жена Говорит Слушай Туда Не Ходи Сюда Ходи Снег Башка Походи Вольно Будет Она Говорит Муж Должен Прислушаться Потому Что Больше Предупреждения Не Будет Больше Некому Сказать Снег Башка Точно Потом Попадет Если Жена Беспокоится Надо Прислушаться У Нее Сердце Есть Знание О Том Как Правильно Но Не По Отношению К Себе Женщины Могут Подсказать Мужу Но Себе Она Иногда Не Может Подсказать Подходит Муж Говорит Не Знаю Что Делать Подскажи Мне Помоги Мне Вот Мужчина Не Должен Делать Крутой Вид В Это Время Там Типа Видишь Я Крапа Умена Кидуром Не Должен В это Время Унижать Женщину А Просто Аккуратно Тихонечко Подсказать Невещиво Итак Психика У Мужчины У Женщины Построены Совершенно По-разному И Первое Утверждение Которое Я Сейчас Сделаю Которое Может Вести Замешательство Особенно Те Кто Пришли Первый Раз Заключается В том Что То Что Женщине Счастье Мужчине Аскеза Женщина Думает Ну Почему Тебе Че Тебе Сложно Просто Нежно Со мной Разбирай Ну Нежно Так Мягно Так Ну Нежно Все Время Ну Нежно Давай Давай Учись Ну Давай Вот Мой хороший Пойдем Поговори Которое О чем Может Завтра И сейчас Накомна Ситуация Да Вот Мужчине Тяжело Вот эти Эмоции Вот эти Отношения Давай поговорим Женщина Звонит Своей подручке Говорит Я ему Сказала Поговорим А он Сказал Не сейчас Она Она Ой Я тебя Понимаю Вот То есть У них Как бы Все нормально Между женщинами Все нормально Друг с другом В этом плане Как бы Эмоции Хорошо Все сильно С мужиками Уже тяжелее Чуть Эмоцию Прибавила И он Уже Напрягается Причина Заключается В том Что То что Женщине Счастье Все это Мужчине Аскезы Видите Мы абсолютно Не в гармонии Находимся Не в гармонии С другой стороны То что Мужчине Счастье Женщине Аскезы Допустим Мужчине Счастье Когда жена Верит Верит В своего Мужа Она так Верит В него И он Счастлив Бесконечно Она такая И верит В него Верит Постоянно И он Счастлив Такой Как есть Мультик Такой Там Старый Такой Советский Мультик Там Воробника Спасла Свою мужа В конце Концов От кошки Но весь Мультик Воробей Летал И повторял Чип ли я Чип ли я Чип С английского Переводит Начальник И она Говорит Чип Чип Конечно Чип Ну в конце Концов Она его Спасла Женщина Видит Мужчине Все Недостатки Не только Видит А у нее В психике Есть черный Ящик Как в самолете Знаете Который Все Записывает И Это Никогда Не может Позабыться Ну когда Мужчина Что-то делает Она все Запоминает Не так Работает Псих Она все Запоминает Запоминает И когда А мужчина Наоборот Видит красоту Перед собой Он видит Только красоту Все самое лучшее И когда Вдруг Женщина Что-то Не сделала Не так Он так Удивляется Говорит Это Что Такое И Говорит Да Что Такое В чем Дело И В это Время У нее Включается Память Из черного Ящика И Она Ему О Всех Его Недостатках Поступков Как он Что Делал Когда И Он Такой Ну ладно Я Пошел Что Он Не Может Еще Сказать В Ответ Очень Много Информации Надо Все Понять Переварить Вот Так Работает Психика И Понимаете И Вот Этой Женщине Которая Все Видит Своя Мужа Все Понимает Видит Разницу Между Им И Соседом Ей Надо Смотреть На Него Вот Так Чтобы Он Был Счастный Представляете Какая Эскеза Вот Так Как будто Она Что Не Знает Тяжело Даже В Самом Строении Разума Уже Проблемы Понимаете Разница Колоссальная У мужчины Вся сила Разума Находится Здесь В лбу Если Вы Хотите Доходчиво Это Узнать То Это Называется Демагогия Ну Давай Я тебе Сейчас Объясню Почему Я так Шутаю Ну Давай Что Что Так Что Происходит Садись Сюда Сейчас Я тебе Расскажу Как Правильно Жить У Женщины Вот Здесь Вот Так Как У нее Центразум Не такой Активный У нее Здесь Дырка А у Небо Здесь Клин Такой Понимаете Клин Он Постоянно Этот Клин Ей В дырку Вбивает Куда Думает Чем Сильнее Вобью Тем Больше Она Поймет То Надо Говорить Так Я Тебе Че Сказал В Второй Раз Ей В Лоб Сюда Отбил Клин А Женщине Когда Клин Сотканы Из знаний Из демагодии По-русски Сказать Забивают Лоб То В это Время Женщина Чувствует Что Она Вообще Ничего Не понимает У нее В это Время Как Б Вообще Как Б У нее Мысли Останавливаются В этот Момент И Она Вообще Как Б Неприятно Это Все Демагодия Она Так Устала От Болтовни Сколько Можно Уже Вот У нее Так Психика Устроена Вот Так А он Думает Надо Еще Сильнее Бить Что Не До Ходит Он Еще Сильнее Начинает Вбивать Она Еще Больше Напрягается И Как И В этот Момент Так Как У нее Из Этого Центра Разума Уже Ничего Выйти Не Может В Это Время В Этот Момент У нее Все Выходит Из Того Центра Разума Который У нее Сильный У Женщины Вот Здесь Клин А У Мужчины Здесь Дырка Здесь Этот Центр Разума Имеет Эмоциональную Природу Он Соткан Из Энергии Любви Из Эмоций И Женщина Ему Говорит Отстань От меня Эмоционально И Вбивает Клин Ему В Сердце Вот Сюда Это То Самое Сердце Которое Ее Полюбило Понимаете Когда Мужчина Влюбляется У него Здесь Сердце Дырка У него Такое Чемящее Чувство Такое Очень Тяжело Становится Жить И Он Уже Не Знает Как Без Нее Жить Я Не Могу Тебя Забыть Ну Как Не Быть Вот Он Не Может И Вот Это Самое Вот Это Щемящее Чувство Которое Возникает От Того Что Женская Энергия Входит В Сердце Описано Самое Красочно И Полноценно Описано В Мультфильме Маугли Когда Маугли Влюбился То Он Подошел К Мудрому Змею И Спросил Мудрого Змея Звали К К Означает На хинди Змей Так И Звали На хинди И Он Его Как Б Спросил К Что Это Ну То 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 На сердце Все Показывает Что Это И К Весна Ну То 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 Понятная Система Да И Вот Та Самая Дырка Которая Заполнена Энергия Любви к женщине Она В это Время Заполняется Чем Разрушительными Эмоциями Останет Меня Так Как он Не может Этого Вытерпеть Потому Что Там Жене Оттуда Заходит Разрушительная Сила Эмоций И Она Разрушает Разрывает Сердце И Он Так У Него Вся Энергия Поднимается Опять В голову И Так Как У Него Там Клин Он Еще Сильнее Ей Вбивает В Лоб Нет Стола Я Тебе Буду Дольше Повторять И Так Начинается Скандал Который Заканчивается Битьем Посуды Битьем Головы Об Стенку У Всех По Разному Причина Заключается В том Что Запускается Этот Процесс Вбивание Знания Друг В Друга Женщина Через Сердце Мужчина Через Лоб Что Делать Нужно Понять Что Это Не Работает Женщине Все Надо Говорить Очень Спокойно Мягко И Без Вся И Без Всякого Развития Мысли Нужно Сразу Сказать Чего Ты Хочешь Все И Она Прочувствует Очень Простой С К К Если Ты Не Хочешь Птихтеатра Хочешь Уйти В Кино Надо Ей Сказать Я Не Хочу Уйти В Театр А Хочу В кино Не Надо Это Философски Обосновывать И Так Далее Начинать Об Исторической Справке Тюмени О Историческом Расположении Театра И Кино Театра И Так Далее Надо Просто Честно Сказать Я Не Хочу В Театр Я Хочу В Кино Логика Ей Не Интересно Понимать Она Устает От Этого Мужчине Надо Говорить Все Спокойно Без Эмоций Вот У вас Допустим Есть Очень Сильно Что Ему Сказать Надо Успокоиться И Сказать Ему Спокойнее И Тогда Он Все Почувствует Поймет Потому Что Если Чуть Больше Эмоций Его И Заскаливает И Психика Уже Не Может Воспринимать Знания Продолжение следует